Календарь налогов на недвижимость в 2020 году. Мы с вами все налогоплательщики, вот только помним об этом не всегда. Хорошо еще, когда приходят какие-то уведомления из налоговой инспекции. А если нет, чтобы не оказаться в ситуации, из-за которой возникла поговорка «пеняй на себя», надо понимать, в какое время года следует позаботиться об уплате того или иного налога. По сути дела, все мы платим только два вида налогов. Налог с получения доходов и налог на имущество, в том числе и недвижимое. Иногда деньги могут двигаться в обратном направлении. Это происходит при получении налогового вычета. Как и когда нужно платить налоги, расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, с 1 января возможна подача заявления на возврат НДФЛ. Налоговый вычет. Налоговый вычет предоставляется гражданину один раз в жизни. Если вы никогда им не пользовались, а в 2019 году приобрели недвижимость, то начиная с 1 января 2020 года получаете право подать заявление на возврат НДФЛ. Максимальная сумма, с которой предоставляется налоговый вычет, составляет 2 миллиона рублей. Следовательно, вам вернут 260 тысяч рублей, 13% от нее. Если при покупке недвижимости вы использовали ипотечный кредит, то дополнительно получите еще и 13% от суммы процентов по кредиту, уплаченных к моменту получения вычета. Существенным условием для реализации права на налоговый вычет является регулярное получение дохода, облагаемого НДФЛ. Проще говоря, для получения вычета в указанном объеме сумма уплаченных вами налогов должна его превышать. С 1 апреля по 30 ноября срок уплаты налога на имущество. Налоговая инспекция получает сведения о вашем недвижимом имуществе из Росреестра. Ее сотрудники заблаговременно рассчитывают сумму налогов за прошедший год и рассылают уведомления и квитанции, в которых она указана. Помимо отправки бумажных документов посредством Почты России, налоговая инспекция размещает эту информацию в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Очень рекомендую зарегистрироваться на этом сайте и, не дожидаясь почтовых уведомлений, всегда быть в курсе своих налоговых начислений. Важно помнить, что данный налог, так же как и земельный, уплачивается по месту нахождения налогооблагаемого имущества, а не по месту регистрации собственника. До 30 апреля необходимо подать налоговую декларацию, если вы получили доход от продажи недвижимости или сдачи ее в наем. Если в 2019 году вы продавали недвижимость или сдавали ее в наем как физическое лицо, то вам необходимо до 30 апреля предоставить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3 НДФЛ. Налог при этом составит 13%. Однако на наших глазах возникает новый порядок уплаты налогов наимодателям, если зарегистрироваться как самозанятое лицо и сдавать квартиру в этом качестве, то налог составит 4% от полученных доходов при сдаче квартиры физическому лицу и 6% юридическому лицу. Это уже не НДФЛ, а НДП – налог на профессиональный доход. Согласно пункту 3 ст. 1 закона 422 ФЗ, эта ставка для самозанятых не будет меняться 10 лет. Но рассчитывать и платить этот налог надо будет ежемесячно. Правда, сдавать таким образом можно только одну квартиру. Если у вас их несколько, налог с доходов от сдачи остальных придется оплачивать на основании декларации 3 НДФЛ. Кроме того, еще не везде существует возможность стать самозанятым. Пока это эксперимент, проводящийся в 4 регионах РФ, включая Москву и область. С 2020 года их будет 23. Если вы в 2019 году продали недвижимость, то необходимость уплаты НДФЛ определяется сроком владения ею. С 1 января 2016 года платить его с дохода от продажи следует тем собственникам, которые владели недвижимостью менее 5 лет. Существуют исключения. Например, для квартиры, полученной по наследству, подаренной близкими, родственниками и т.д., минимальный срок владения в этих случаях составляет 3 года. С 1 января 2020 года в этот же перечень вошло и единственное жилье собственника. Важно! Налог берется с суммы, составляющие разницу между ценой покупки и продажи квартиры. Декларацию следует подавать даже если вы имеете право на налоговые льготы или доход от продажи равен нулю. Если вы в 2019 году и продавали, и покупали жилье, а право на налоговый вычет еще не использовали, то это следует отразить в декларации. Тем самым можно уменьшить налоги, подлежащие оплате, на величину налогового вычета. До 15 июля заплатить налог, указанный в декларации. Данные, представленные вами в декларации, обрабатываются до конца июля. После этого налоговики определяют сумму, подлежащую уплате. Ее можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или портале государственных услуг Российской Федерации. Госуслуги.ру В отличие от налога на имущество, уведомлений о сроках и сумме оплаты по декларации 3DFL, налоговая инспекция присылать не будет. Оплачивать этот налог придется самостоятельно. Сделать это можно в отделении Сбербанка на портале Госуслуг. Квитанцию для оплаты можно подготовить на сайте налоговой. Если вы не уложитесь в названный срок, то будете считаться должником. И вам будут начисляться пения. В дальнейшем при длительном отсутствии оплаты речь может пойти о взыскании долга в судебном порядке. До 1 ноября заявить о праве на налоговые льготы. Статья 407 Налогового кодекса содержит перечень оснований для получения налоговых льгот. Если у вас есть такое право, то вы должны подать заявление в налоговую инспекцию и указать объект, в отношении которого хотите получить такую льготу. При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие право на нее. Помните об этом. После 1 ноября заявление уже не примут. И льготу применят к тому из объектов сумма налогового обложения, которого самая большая. До 1 декабря оплатить налог на недвижимое имущество на основании уведомления. Не забывайте, что 1 декабря истекает срок оплаты имущественного налога по уведомлениям. С вами был юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если видео вам понравилось, давайте поставим ему лайк. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok